Всем привет! Сегодня вместе готовим очень вкусный и простой в приготовлении яблочный пирог. Сначала нужно подготовить яблоки. Я беру достаточно большие, 3 штучки. Они весом примерно 600-700 грамм. Вы можете взять побольше, поменьше, как хотите. Яблоки нужно очистить от кожуры и химичек. И нарезать кубиком. Добавляем к яблокам 2 столовые ложки сахара, пол чайной ложки корицы. Если не любите корицу, просто не добавляйте. Сок одного небольшого лимона. И хорошо перемешиваем. Также по желанию можно добавить немного изюма. Я его заранее подготовила, залила на минут 10 горячей водой, чтобы он разбух, потом промыла и просушила бумажными полотенцами. Если не любите изюм, можете не добавлять. И добавляем 1 столовую ложку кукурузного крахмала. Для десертов я стараюсь использовать именно кукурузный, так как он абсолютно нейтральный и не имеет ни запаха, ни вкуса. И еще раз хорошо перемешиваем. Перекладываем яблоки в сковородку. И тушим примерно минут 10 до мягкости. Слишком в кашу разваривать, конечно же, не нужно. Пусть остаются кусочки. Главное, чтобы яблоки стали мягкими. Можно периодически прикрывать крышкой. Вот как только кусочек яблочка хорошо разрезается лопаткой, все готово, можно выключать огонь. Чтобы начинка остыла быстрее, можно переложить в широкую тарелку. Я уже включила разогреваться духовку на 180 градусов и подготовила форму. Она у меня 22 сантиметра в диаметре. Дно я выстелила пергаментом, борта ничем не смазывала. Тесто замешивается очень быстро, буквально за пару минут. В миску просеиваем муку. Добавляем сахар. Щепотку соли. Щепотку ванилина. Одну чайную ложку разрыхлителя. И лимонную цедру. И хорошо все перемешиваем венчик. В центре делаем небольшое углубление. Добавляем одно яйцо. Можно его слегка взболтать, чтобы желток и тулком перемешались. Добавляем масло комнатной температуры. Оно должно быть именно мягким в этом пироге. И быстро все перемешиваем руками, чтобы получилась крошка. Слишком больших усилий прилагать не нужно. Вот так вот аккуратненько перемешиваем, чтобы получилась такая достаточно крупненькая крошка. Ну все, вот буквально минутка и тесто так называемое готово. Муки не должно быть видно, она должна впитаться в масло. Вот такая крошечка. Плюс-минус горошинка там не имеет значения, поэтому тут слишком стараться не нужно. Вот такая неравномерная крошка, это вполне нормально. Визуально отделяем примерно четверть крошки и все остальное перекладываем в подготовленную форму. Аккуратно распределяем по всей форме и слегка прижимаем. Можно сделать вот такие небольшие тоненькие бортики. А все остальное хорошо прижимаем. Перекладываем начинку. Она у меня еще теплая. Но это ничего страшного, главное, чтобы не было горячее. И распределяем по всему пирогу. И сверху присыпаем вот этой оставшейся крошкой. Когда у меня дома есть орехи, я добавляю немного орехов, получается очень вкусно. Подойдут абсолютно любые, можно миндаль, фундук, грецкие, какие у вас есть. Можно без орехов, это сугубо по желанию. Крошку прижимать не нужно, пусть она свободно сама распределяется. Выпекаем пирог в духовке, разогретой до 180 градусов, ориентировочно 35-40 минут до золотистого цвета. Пирог готов, у меня он выпекается 35 минут. Он должен вот так хорошо подрумяниться сверху. Теперь оставляем его полностью остыть в формочке. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если бы вы знали, как мне сейчас вкусно. Сверху такая хрустящая корочка, иногда попадаются орешки, а внутри очень такая сочная яблочная начинка и очень ароматная. Там и цедра, и корица. Очень вкусно. Очень вкусно. Добро пирог! Внутри очень сочная яблочная начинка, безумно вкусно пахнущая корицей, цедрой лимона. Все вместе сочетается в единое целое. Получается действительно очень вкусный и классный пирог. Так что готовьте, пробуйте. Надеюсь, такой рецепт вам тоже понравится. На сегодня у нас все. Спасибо за просмотр. Желаем всем приятного чайпити.